МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Настоящее время Азия. В пражской студии я, Динара Аргин. Наша программа подводит итоги уходящего года. Мы решили показать лучшие репортажи наших собственных корреспондентов, которые вызвали наибольший интерес у наших зрителей. Этот выпуск мы посвятили репортажам декабря. Сегодня в программе. Вся полиция Кыргызстана ловит новую и таинственную звезду местного интернета Нураим. Скандальная незнакомка каждый день меняет дорогие иномарки, нарушает все правила дорожного движения и фотографируется среди высших чиновников. Номер государственный, номерный знак по имени Нураим не выдавался. Подсудимый без головы. В России на 8 лет тюрьмы осудили безголового мертвеца. Да, убила я. Я не скрываю, что я убила. В Таджикистане ужесточили наказание за проституцию. Между тем, многие проститутки – замужние женщины, которым нечем кормить своих детей. Они говорят о том, что если бы у них была работа, если бы нормальная зарплата, они бы никогда не пошли на это. Любовь и ненависть в Ташкеке. Легко ли быть невестой по шариату, когда одни требуют надеть платок, другие его снять. Это же хорошо, если она будет носить платок. Думаю, многие хотят иметь именно такую жену. Полиция Кыргызстана сбилась с ног в поисках звезды местного интернета. Пользователям под ником Нураим стала популярна благодаря своим снимкам в Инстаграме на фоне дорогих автомобилей с именным номером и видео, где она нарушает уличные правила. Аделет Бектурсунов о таинственной незнакомке, для которой закон не преграда. Снимками дорогих автомобилей в социальных сетях уже никого не удивишь. Новый тренд, именные номера на них. Новая звезда интернета прославилась благодаря уникальной надписи на номерном знаке автомобиля. Пользователь под ником Нураим на протяжении нескольких месяцев размещал на своей странице в Инстаграме дорогие тонированные автомобили с именным номером Нураим. И все бы ничего, если бы не выяснилось, что номер этот поддельный. Да, по сообщениям государственной регистрационной службы, данный номер, государственный номерный знак по имени Нураим не выдавался. Среди прочих увлечений девушки – лихачество на дорогах. В сети появились видеоролики, где прославленная Нураим, так ее прозвали в социальных сетях, разъезжает на своем внедорожнике по Бишкеку и нарушает всевозможные правила дорожного движения. А на этих кадрах она уже передвигается серьезным кортежем. Такие же автомобили со спецсигналами сопровождают первых лиц государства. В социальных сетях уже начали поговаривать о избалованной дочери высокопоставленного чиновника. На ее странице есть фотография, сделанная из верхних этажей Белого дома. Есть предположение о том, что она занимается арендой автомобиля, то есть она предоставляет свадебные кортежи? Нет такого. Мы с Владимиром на кортеже проверяли. Расследованием нашумевшей истории взялись инспекторы дорожно-патрульной службы. Уже неделю сотрудники милиции не могут установить личность девушки. Кроме виртуального имени о самом пользователе ничего не известно. На своих фотографиях девушка всегда скрывает лицо. Ни ДПС, ни МВД, ни какие другие органы не могут обнаружить этого субъекта. Говорит просто о некомпетентности органов. Что тогда мы можем говорить о террористах или о тех, кто реально угрожает общественной безопасности или государственной безопасности? И опять же это упущение ГРС, что частная компания занимается выпуском номеров и она по сути бесконтрольная. Любой из вас, если у вас есть деньги, можете обратиться в эту компанию и сказать, я хочу себе номер там, айбек. Страница Нураима в инстаграме стремительно набирает популярность. А вокруг самой персоны разыгрывается настоящая детективная история. Милиция на днях задержала нескольких автовладельцев, чьи машины засветились на странице ее аккаунта. Она подошла на свой голос номера, попросила оставить слоты. А вы лично с ней знакомы? Нет, я с ней не знакомы. А почему вы тогда разрешаете ей фотографироваться на фоне вашей машины? Ну, девушку просила. В инстаграме она пишет, что вот в Геленваген 1060 является, значит, владельцем является ее шеф. Нет, вообще не знаю. Звезда инстаграма впервые после шумихи появилась на своей ленте несколько дней назад. Кто там искал мой номер? На этот раз девушка сфотографировала себя в лифте отеля, предположительно в Арабских Эмиратах. Следом появилась еще одна фотография, на которой именной номер Нураим крепят уже на другой внедорожник. Все эти номера в Бишкеке ищут, а они уже в Эмиратах. Ты у нас звезда. Пользователи в сети в основном находят смешной историю, где девушка водит за нос милицию уже целую неделю. Самой же героине за неоднократное нарушение закона грозит смешной штраф до 60 американских долларов. Адилет Бектурсунов, Азат Матымаков. Настоящее время. Таджикские депутаты ужесточили наказание за проституцию. Женщин легкого поведения будут штрафовать почти на 250 долларов и подвергать административному аресту. На защиту таджикских проституток встали правозащитники. А что думают об этом те, кого закон коснется напрямую? В репортаже Анну Шервона-Арипова. На улице 50 самани. 7 долларов беру за час всего. Часто еще издеваются клиенты. Матерятся, бьют и не платят. Деньги отбирают. Еду только покупаем. Продукты. И ничего не остается от денег. Делов Русс, имя изменено уже 40 лет. Четверть жизни после развода с мужем она занимается проституцией на улицах Душамбе. Зарабатывает копейки. И из-за возраста клиентов все меньше. Об ужесточении наказания она отзывается, как ни странно, положительно. Говорит, что конкуренции будет меньше. Ей платить штраф все равно нечем. А ареста одинокая женщина не боится. Пусть закрывают на 15 суток. Слишком много стало девушек, особенно молодых, 95-94 годов рождения. Такое равнодушное отношение Делов Русс к ужесточению закона не разделяет шахло. Для нее торговля своим телом – единственная возможность прокормить детей. Ведь она ничего не умеет делать. Чтобы найти деньги на штраф, нужно работать два месяца. А если задержат, что будет с дочерью и сыном? Я забеременела в девятом классе. Сейчас моя дочь пошла уже во второй класс. Сыну пять лет. Я 89-го года рождения. Их надо кормить. Даже родители знают, чем я занимаюсь. Ничего по этому поводу не говорят. У меня нет ни братьев, ни сестер. Я помогаю родителям. Одежду покупаю. Продукты. Узнать мнение жильц-любви и их отношение к новому закону очень сложно. Даже со спины и за деньги давать интервью, да и просто говорить на эту тему, они боятся. Однако правозащитники, занимающиеся этим вопросом, утверждают, что штрафы и аресты сильно ударят по женщинам. Меньше их не станет, ведь на это их толкает безысходность, не считая безработица. Я тоже много говорила с проститутками. Они говорят о том, что если бы у них была работа, если бы нормальная зарплата, они бы никогда не пошли на это. Я верю в это, потому что я вижу ситуацию, социально-экономическую ситуацию в Таджикистане. Большинство женщин на панели оказывается после развода или просто брошенной мужьями, в основном трудовыми мигрантами. Практически у всех более одного ребенка. Также правозащитники говорят, что одна из причин – несовершенство таджикских законов. Мы часто видим, что многие таджички выходят замуж за иностранцев, но по законодательству, которое существует в Таджикистане, они не имеют права зарегистрироваться в иностранстве, и поэтому они на какое-то время женятся, потом уезжают. А эти девушки, эти женщины, они остаются одним или с детьми. По мнению экспертов, в новом законе проституток пугает больше невозможность штрафов или арестов, а то, что о правонарушении будет сообщено родственникам. Это в Европе, в других государствах толерантно относятся к этим вопросам. А здесь считайте, что это смертный казнь для этих женщин. Никаких положительных сторон нового закона не считают правозащитники. С проституцией нужно бороться социально-экономическими методами, помогать с трудоустройствами, получением рабочих специальностей. Но сегодня в стране этим вообще никто не занимается, и поэтому жриц любви будет становиться только больше, уверены эксперты. Анушер Вонарипов, Насим Исамов, Настоящее время, Таджикистан. Гамлет в исполнении казахстанских подростков-инвалидов. Фильм «Быть или не быть» уже завоевал сердца зрителей в Америке и в Европе. Наш корреспондент Дмитрий Беляков встретился с автором и главными героями фильма. Быть. «Быть или не быть» Вот в чем вопрос. Казахстанский социальный фильм «Быть или не быть» участник более ста международных фестивалей. На шести европейских и американских конкурсах эта картина завоевала главные призы. Совсем недавно авторы ленты провели несколько показов в Сан-Франциско в рамках кинофестиваля «Суперфест», посвященного людям с особыми потребностями. Казахстанская картина получила главный приз в категории «Совершенство». Часовой фильм рассказывает о 22-летнем парне Тахире Умарове и его стремлении стать Гамлетом. Несколько лет назад появился новый парень Тахир Умаров. Он сильно заикался, передвигается на коляске, но он выучил мануло «Гамлеты» и очень сильно хотел в кино сниматься. Он приходил, за мной ходил все время и говорил «Я хочу стать актером». Поэтому как-то поначалу сомнения были, то есть мало того, что он тяжело разговаривает, у него тяжело руки, ноги двигались. Тем не менее, он был уверен в том, что он хочет стать актером, что это нужно. Вот поэтому мы решили попробовать. Эта лента была создана при поддержке Казахстанской ассоциации родителей детей-инвалидов. Производство заняло почти два года. Все это время специалисты подготавливали 10 актеров к работе над фильмом. Главный герой ленты Тахир Умаров не смог встретиться со съемочной группой «Настоящего времени», потому что отдыхает после тяжелого перелета. Однако с другими актерами фильма удалось побеседовать. Маляка Байсиитова, исполнительница главной женской роли Офелии, с азартом рассказывает о кино и о своей работе. Мама, в ужасе, зима, холодно, ты что, куда ты лезешь? Я тебя не отпущу. Нет, нет, нет. Я говорю, все, я готова уже. Конечно, было страшно. Первый раз думала, так, это что там будет? И сказали, не в городе, а за городом будет. Я говорю, ладно, хорошо, я готова. Бабушка не одобрила, мама тоже, все в хозу, переругались мы там все. И ничего, я сама согласилась на это. Коногат Таскараев также впервые попробовал себя на актерской стезе в социальном фильме. Он говорит, что хотел бы и дальше принимать участие в подобных проектах и стать похожим на своих кумиров. Мне из зарубежных актеров нравится Анастас Снегер, Чиги Чан. Из наших актеров нравится Азамат Сатвалда. Я их фильмы смотрю, мне очень нравится, они как играют, они очень классно, они супер играют. Я хочу быть им, как они, как они стать. Несмотря на международное признание, в Казахстане фильм «Быть или не быть» не стал доступен широкой аудитории. Премьеры фильма и его прокат состоялись в четырех городах при минимальном количестве зрителей. А государственные мужи не спешат помочь авторам с продвижением ленты. Разница между ситуацией у нас и у них огромна, подчеркивает режиссер. Это земля и небо. Насколько там, для людей созданы все условия, и насколько у нас еще далеко до этого, что над этим предстоит работать. По крайней мере, побывав там, я для себя, потому что у меня у самого вторая группа инвалидностей. И я понял, что здесь надо много работать в Казахстане и теребить депутатов, теребить власть, министерства, всех, кто этим занимается, чтобы они на это внимание уделяли побольше. На днях авторам картины пришло письмо отборочного комитета фестиваля из Франции. «Быть или не быть» также прошел список номинантов в Нью-Йорке. Режиссер фильма Азиз Заиров рассказал, что уже начата работа над следующей социальной картиной «Девушка и море». Это история девушки с ограниченными возможностями, которая мечтает выйти замуж и родить ребенка. И верит, что если попросить об этом море, то мечта сбудется. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время. Невероятная судебная история в России. В Краснодарском крае приговорили к восьми годам тюрьмы мертвого мужчину. К началу суда он был уже без головы. Вадим Кондаков провел собственное расследование. Слышу собака. Гау-гау-гау-гау. Вот так вот. Ну, они завязаны все. Я в окно выглядываю. Сейчас. Вот здесь стоит машина. Вот прямо. Так началась история загадочного убийства 32-летнего жителя города Абширонска, охотника-любителя, ветерана Чеченской войны Максима Летасова. Который, как рассказывают эти пожилые люди, одним ужасным днем зачем-то пришел к ним в дом с топором и напал на хозяйку. Шрамы у нее на обеих руках. Людмила Таравкова говорит, что незваный гость наносил удары ногами и топором. Шесть швов, а здесь по одному швову. А тут вообще все черно было. Таравковы настаивают. Максим Летасов пришел их убивать. О чем якобы сразу и заявил. Пенсионеры говорят, что защищались как могли. И для пущей убедительности Игорь Таравков даже показывает, как было дело. Вот он вот здесь вот так вот был. И у меня получается, у него рука все время вверху была. И у него получается... И паспором? Да. То есть он в этой руке? Да, вправо. И просто он повыше. У меня получалось, потому что я его головой, а эту вот, я вот эту схватил. Хватка татуированных рук пенсионера действительно крепка. Занятие борьбой, говорит он, помогли ему завалить Летасова на пол, где после длительного сражения жена Людмила нанесла решающий удар. И она этот топор берет, по башке его. Я говорю, все, ну вроде держу, я не знаю. Но он дышал, не на смысл, живой был. Не исключено, что так все и было. Но вот только посмертные снимки Максима Летасова как-то совсем не вяжутся с версией самозащиты пенсионеров. Это ранение топором рубленное. Вот лоб разрубленный. Вот, пожалуйста, сколько. Это 22 удара топором. Просто разрубленная голова. Николай Летасов показывает фото сына в гробу. Буквально изрубленный и изрезанный, тот больше похож на жертву, чем на агрессора. А странные круглые следы на лице и руках убитого заставили родителей усомниться в правдивости истории Таравковых. Пробита в дроби, и от нее идет красная полоса вот так вот. И мне говорят это комариный укус. Это что такое? Про укусы комаров семье убитого сказал судмедэксперт, проводивший освидетельствование трупа. И тогда Летасовы начали свое расследование. Они вспомнили, что незадолго до гибели, придя с ночной охоты, Максим отправился за долгом по зарплате к бывшему работодателю, который якобы в тот момент проводил время с сыном Таравковых, сотрудником госавтоинспекции. Они эту ночь, где праздновали день рождения, хорошо. Если это у пневматики стреляли, там шумели, там пикарды, там все это. Мне, видно, его по звонку к себе пригласили. А он, видно, уже потребовал. Так у Летасовых возникла своя версия, по которой их сын, требуя долг, грозился раскрыть махинации грузоперевозчика и автоинспектора при доставке стройматериалов в предолимпийский Сочи. И за это его убили. А потом перевезли тело в дом родителей полицейского и инсценировали историю с нападением. Ты повез бы к своим родителям труп, если бы даже вот так вот пусть там у тебя что-то случилось. Ну это же вообще, это же надо думать. Ну как, я вот это, вот это вот мне не понимаю. Это по себе надо судить, значит. Несколько суток тело лежало на городском кладбище в открытой могиле. А потом, опасаясь, что труп заберет полиция, они его спрятали. В гараже еще двое-трое суток было у нашего товарища. А как теплая погода, как удавалось сохранять тело? Мы его зарядили в бутылке полторашки двухлитровой в морозилках, в морозилках нам омораживали, его обкладывали. Тело обкладывали, льдом расставил, мы его опять меняли, опять замораживали. Все эти страшные экзекуции с мертвым телом, будто в жутком фильме, они проделывали для того, чтобы провести повторную экспертизу, независимую и подальше от местных правоохранителей. Потом она там вот это, что делал независимую экспертизу, он сказал, экспертиза моя от этой нашей ничем отличаться не будет. Он говорит, ну ваша ко мне придет, и моя будет примерно то же самое. Так и случилось. Вот только после краевой экспертизы тело Максима Литасова родителям вернули. Без головы. Ее зачем-то отсекли. Местный журналист Галина Симкина, которая следила за этим делом, попыталась выяснить, зачем это было сделано. Но ни следователь, ни эксперт ответы не дали. Зато вернули голову. Вернее, то, что от нее осталось. Передо мной на полотенце, ну просто на какую-то белую, высыпают осколки костей. Ну, примерно вот такого размера. То есть маленькие кусочки костей. Эти странные останки родители забирать отказались. И тело без головы хоронили в закрытом гробу. Никто из родных так и не отважился заглянуть внутрь. А спустя два года после смерти Максима Литасова на него самого было возбуждено уголовное дело за проникновение в чужой дом и нападение с целью убийства. Последний следователь, он мне говорит, ну вы сами заработали на то, чтобы Максима осудить. Я говорю, как я заработала? Мне начальник сказал, когда вы угомоните эту мать, когда она прекратит жаловаться и билять своего сына. Недавно Максим Литасов был осужден посмертно на 8,5 лет лишения свободы, который его уже никто не лишит. А пенсионер Игорь Торовков показывает нам постановление суда, которое хотя бы формально превратило их из убийц в пострадавших. Но похоже, что даже эта серьезная бумага с печатями и подписями так и принесла успокоение в этот дом. Торовковы говорят, что теперь вздрагивают от каждого звука, а за продуктами ездят в соседний город, чтобы не столкнуться, например, с матерью Максима Литасова, как это уже бывало неоднократно. Так кричит инвестра, но ты убийца, ты убийца. Да, убила я. Я не скрываю, что я убила. Как только подворачивается возможность заработать, 70-летний Николай Литасов садится за баранку старого грузовика, возит песок и щебень с местных карьеров, чтобы заработать на адвокатов, на которых потратил уже около миллиона. Все свои сбережения. Но теперь в его планах Москва и Верховный суд, где Литасовы все-таки надеются добиться справедливости. О, Оазика продам, гараж продам. Но все равно буду до конца тянуться. Литасов говорит, что даже местные следователи признавались им, что здесь, в Краснодарском крае, правды они не добьются, потому что все уже зашло слишком далеко. Ну или слишком высоко. И этот порочный круг могут разорвать только в Москве. И кто знает, быть может, кто-то, как в хорошей голливудской судебной драме, расскажет, наконец, страшные подробности того, что же случилось в этом неприметном маленьком доме на окраине южного города Абширонска, теплой зимой 2013-го. Бишкеки набирают популярность исламские брачные агентства. Найти верующую невесту хотят многие молодые кыргызстанцы. Несмотря на это, сами мусульманки продолжают испытывать стресс из-за антиисламских настроений, обострившихся в последнее время из-за частых терактов. Легко ли быть невестой по шариату, узнавала Джибек Бегалиева. Женихов и невест в этом брачном агентстве подбирают строго по шариату. Фотографии девушек мужчинам не показывают. И навстречу они приходят не одни. Кто-то из старших в семье обязательно сопровождает девушку. «Мы принимаем только тех, кто пятикратно читает намаз и хорошо знает столбы ислама. Для этого мы проводим беседу с клиентами. С мужчин берем тысячу сомов. Для девушек услуга бесплатная». Спрос на верующих девушек в Бишкеке так велик, что от желающих обзавестись семьей отбиваться приходится даже сотрудникам агентства. Впрочем, даже такие объявления женихов не пугают. Помощницы Бурул тут долго не задерживаются. Выходят замуж одна за другой. Объявления такого рода можно увидеть даже в учебных заведениях. «Очень много таких, кто просто приходит и говорит «познакомьте меня с верующей девушкой». Сам он при этом может и пить, и курить. Зато жену хочет религиозную. Я им всегда отказываю». К самим ученицам такие женихи подходить боятся. Не принято у мусульман знакомиться на улице. «Мы не мужчины, чтобы знакомиться с теми, кто нам понравился. Мы можем только молиться и просить у Всевышнего послать нам хорошего мужа. Насильно замуж нас никто не выдаст, но выбора у нас все равно нет». Гульпери еще не замужем. Супруга ей, скорее всего, найдут родители или родственники. Обращаться в брачные агентства девушка не хочет. «Я сама работала в таком агентстве. Там регистрировали ребят, которые вообще Коран не читали. Если девушка ему не понравится, он приходил снова за другой. Я поняла, что это неправильно и ушла». Жениться на девушке, которая практикует ислам и носит платок, хотят многие молодые кыргызстанцы. «Я не против девушек без платков. Но девушке с покрытой головой вызывает большее доверие и уважение. Это же хорошо, если она будет носить платок. Думаю, многие хотят иметь именно такую жену». «Выбирать лишь исходя из того, что носит она платок или нет, неверно. Но такие девушки зачастую порядочнее». Несмотря на то, что невесты-мусульманки очень популярны среди молодых мужчин, женщины в хиджабах и платках продолжают сталкиваться с разными трудностями в обществе. «У нас светская школа. Если хиджаб снимете, мы вас возьмем. Я тогда сказала, что подумаю. Я закончила вышмат и тоже могу преподавать не хуже тех, кто ходит в светской одежде. Почему остальные считают, что им можно ездить в автобусах, работать, одеваться так, как они хотят, а нам нельзя?» Девушке пришлось получить второе образование. В одной из столичных фирм Нургиза работает приходящим бухгалтером. Правда, самое неприятное, по ее словам, что с последними событиями в мире неприязнь к женщинам в хиджабах стала сильнее, чем раньше. Дюбек Бегали, Вазат Натумаков, Настоящее время, Бишкек, Кыргызстан. Мы показали вам наши самые интересные репортажи. Сегодня мы выходим в эфир в последний раз в этом году. Команда Настоящего Времени Азия поздравляет всех с наступающим Новым Годом и желает вам всего самого наилучшего. Всего доброго и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова